О новостях спорта. В минувшие выходные футболисты Волгоградского ротора сыграли поединок в рамках 24-го тура российской премьер-лиги. Наша команда на своем поле принимала московский «Локомотив». О том, как развивались события в матче, в сюжете нашего спортивного обозревателя Константина Родионова. «Локомотив» на всех парах мчится к медалям и до поединка в Волгограде одержал четыре победы подряд. Разумеется, и в наш город железнодорожники приехали только с одной целью – взять три очка и продолжить победное шествие. Тем более, что в игре первого круга на своем поле красно-зеленые умудрились проиграть синий-голубым, позволив тогда одержать Родору первую победу в высшем дивизионе спустя 16 лет. Жажду реванша никто не отменял, поэтому хозяевам поля предстояло выдержать тяжелый экзамен, который они, к слову, откровенно провалили. Честно признаться, обе команды не показали той игры, которую ждали болельщики. Футболисты больше перекатывали мяч в центре поля, чем пытались атаковать. И если гости все-таки сумели создать несколько по-настоящему голевых моментов, два из которых реализовали, то волгоградцы, видимо, совершенно забыли, что по воротам соперника нужно хотя бы периодически наносить удары. Об этом говорит и статистика матча. Родор всего два раза за полтора часа пробил створ ворот соперника. Лока пробил четыре раза, два удара из которых заставили хозяев начинать с центра поля. На 21-й минуте Крыховик абсолютно спокойно вошел в нашу штрафную площадь, прицелился и точно пробил в дальний от Чондрича угол. Второй мяч влетел в ворота волгоградцев в концовке второго тайма. Жамаледдинов первый поймал мяч на отскоке от нашего защитника и шикарным дальним ударом сходу вколотил его в угол ворот. Тем самым снял все вопросы о победителе. Во-первых, нормально хочу поздравить команду с победой, хочу поздравить наших болельщиков с приездом. И тоже хочу сказать, что кроме поля, которое не в хорошем состоянии, здесь красиво играть. Это футбольная атмосфера и традициональный город, футбольный город, я бы сказал. Я первый раз здесь, но совсем доволен, как атмосфера стадиона и все, кроме поля. Локомотив одержал пятую победу подряд и продолжает погоню за «Спартаком» и «Зенитом». Ротору, скорее всего, в недалеком будущем предстоит борьба за сохранение прописки в премьер-лиге в стыковых матчах. Пошла ли на пользу очередная смена тренера? Если судить по одному матчу, то однозначно нет. Однако впереди еще шесть туров. Сможет ли команда встряхнуться и показать что-то стоящее на поле? Пока остается под большим вопросом. Изначально мы действовали достаточно строго и организованно в обороне, но в матчах такого уровня очень много определяют эпизоды. В каждом эпизоде нужно, конечно, дорабатывать до конца. Если где-то там не успели доработать, то, значит, последствия достаточно серьезные. В принципе, второй тайм начали чуть-чуть по-другому, перестроились и, в принципе, достаточно активно действовали впереди. Я считаю, что нужно было еще увереннее действовать в фазе завершения, когда были моменты. В штрафной нужно было наносить удары, а не пытаться там разыграть, нужно было бить по оборотам. По самоотдаче, по тому, как заряженность на игру, по желанию порадовать болельщиков, претензий к игрокам нет. Они, конечно, старались, выложились на поле полностью. Следующий матч. Ротор сыграет 12 апреля в День космонавтики. В рамках 25-го тура премьер-лиги синий-голубым предстоит выдержать еще один нелегкий экзамен. На выезде против столичных армейцев. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».